Всем привет! За кадром Алена, а перед вами смартфон LG V10. В этом полноценном обзоре я постараюсь донести до вас доступным языком все фичи, которые тут есть, и выскажу свое мнение о телефоне. Спасибо магазину VideoShopper.ru за предоставленный на обзор гаджет. Итак, на мой взгляд, LG V10 один из самых необычных смартфонов среди тех, которые я держала в руках. Потому что большой основной экран, еще один маленький дополнительный, две фронтальные камеры и необычное сочетание материалов корпуса. Давайте с корпуса и начнем. Здесь использовались особая нержавеющая медицинская сталь, пластик, силиконовое покрытие и, конечно же, стекло Gorilla Glass 4. Из всех этих материалов получился вот такой вот комбинированный смартфон. Он приятен на ощупь и благодаря рифленому покрытию на задней крышке не скользит в руках. Собран он тоже хорошо, не трещит и не хрустит, когда легко его мнешь. Сзади у нас сканер отпечатков пальцев, он же кнопкой активации смартфона и работает достаточно хорошо. Палет считывается под разными углами. Сверху и снизу от сканера кнопки регулировки громкости, а в спящем режиме смартфона одна из них включает камеру. Чуть выше вспышка, основная камера и лазерный автофокус. Задняя крышка, кстати, снимается. Там также съемный аккумулятор на 3000 мАч, но про него я расскажу чуть позже. Поддерживаются две nano-сим-карты и карта памяти. Снизу один единственный динамик, но звук дает хороший. Причем даже если зажимаешь его пальцем во время игры. Звук приглушается, но не так сильно, как это бывает с последними смартфонами Samsung, iPhone или даже Xiaomi. Рядом USB, микрофон и разъем под наушники. Фирменные наушники покупатели получают в комплекте, и они ну просто бомбезные. Звук здесь уровня Hi-Fi, и сначала я отнеслась к нему скептически. Думаю, всего-то один пункт добавили в настройках и подписали, что звук Hi-Fi. Но на заборе тоже много чего пишут. Оказалось, нет, ребят, вот эти добавления хорошо ощутимы даже мне. У меня нет музыкального образования, и я все воспринимаю по принципу нравится, не нравится. Здесь мне определенно нравится. Мои уши подтанцовывали под любимые треки еще более охотнее. Звук богатый, сочный, обволакивающий и чистый. Сверху икопорт, и дополнительный микрофон. Спереди разговорный динамик, датчики приближения и освещенности, двойная фронтальная камера и дополнительный экранчик. Снизу на рамке нет кнопок управления, кстати, потому что LG их решили вынести в нижнюю часть основного дисплея. Итак, экрана 2. Повторюсь, основной IPS-дисплей 5,7 дюйма с разрешением 2560 на 1440. Дополнительный 2,1 дюйма. 1040 на 160. Цвета мне понравились, я не увидела каких-то оттенков под углами. Черный как был черным, так и остался, а белый, соответственно, белым. Изображение четкое, красочное. Яркости также достаточно в солнечную погоду. Дополнительный экран, конечно, интересное нововведение, но до конца я не оценила его полезность. С одной стороны, да, это очень здорово. Время видишь всегда, и когда что-то делаешь на основном экране, звонок, например, высвечивается на дополнительном. Это очень удобно, но нужно ли это реально? Тут можно быстро набрать номер абонента, посмотреть последние запущенные приложения и написать что-нибудь. У меня, например, написано «Алена Русь». Этот экранчик у меня горел всегда, и по процентам батареи я не заметила какого-то затратного энергопотребления, поэтому не видела смысла в том, чтобы отключать его совсем. Ну, горит он и горит. Хотя эта функция доступна, и при желании вы можете выключить второй экран как совсем, так и в режиме ожидания. Давайте дальше. Под корпусом шестиядерный Snapdragon 808 с видеоускорителем Adreno 418. 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Вообще, оболочка приятная. Повторюсь, кнопки управления в нижней части экрана. Они, кстати, регулируются в настройках. Свайпом по ним экран уменьшается для удобства. Мне вот очень некомфортно управлять таким смартфоном одной рукой. Фух, у меня на обзоре сейчас еще Mi Max лежит, и боюсь даже представить, как я буду с ним ходить. Там-то вообще экран 6, 44 дюйма. Ну да ладно, речь на самом деле не об этом. Тут же в настройках можно подкрутить звук в наушниках. Есть еще одна интересная штука. Смарт-настройки. Это когда вы задаете активацию некоторых параметров и привязываете их к определенному месту. Как-то криво сказала, конечно, сейчас объясню. Отмечаем некую точку на карте, как дом, например. И, допустим, я хочу, чтобы у меня включался Wi-Fi именно тогда, когда я нахожусь по указанному адресу. Обычно дома я сама проделываю это ручками, а LG V10 делает это за меня. Игрушки идут хорошо. Многие смартфоны тянут на высоких настройках графики. А во время игр нагревается еле ощутимо. Спасибо, Qualcomm. Но давайте посмотрим на результаты синтетических тестов. 63 тысячи в Antutu и как-то очень негусто в Geekbench, как в одноядерном, так и в многоядерном режимах. Выводы делайте сами. Самая крутая штука тут камера, причем как основная, так и фронтальная. 16 мегапикселей с оптической стабилизацией выдает тыльная камера. Снимки получаются четкими, насыщенными. Ручных настроек ну очень много, пожалуй, столько я еще не видела ни в одном другом смартфоне. Крути не хочу называется. В общем, у кого нет фотоаппарата, смартфон для вас. С ним вы откроете свой фототалант на всю катушку. Более того, даже во время записи видео можно отрегулировать микрофон. Например, записывайте блок на фронтальную и хотите, чтобы вас было лучше слышно. Настраиваем баланс на передний микшер, если так можно сказать. Пишите на основную, соответственно, меняем. Это очень круто, я прям оценила. Две фронтальные камеры тоже интересные. Одна на 80 градусов, другая на 120 для групповых селфи. Широкоугольная мне нравится больше, и я, в принципе, думаю, что я ей могла бы ограничиться. Всякие мультифото и коллажи с трех камер я не нахожу здесь уместными, если честно. Но качество снимков с фронталочки тоже зачетное, я одобряю. И последняя батарея. 3000 мАч, как я уже сказала, для такого смартфона это, конечно, мало. Сделать такой большой экран и сэкономить на батарейке как-то очень глупо, мне кажется. Я не люблю ходить с дополнительными проводами и с пауэрбэнками. А LG V10 на какое-то время был моим основным телефоном, и я чувствовала себя очень нелегко. Автономности катастрофически не хватало. Смартфон садился часов за 8 где-то, грубо говоря, за рабочее время. При этом я активно пользуюсь соцсетями, отвечаю на ваши комментарии на YouTube, читаю новости, пишу статьи на телефоне. И мне этой автономности реально было мало. Итак, подведу небольшой итог. Телефон зацепил меня обширными настройками камеры. Второй экран привлек мое внимание, но до конца я его возможности не оценила, ровно как и не оценила две фронталки. Очень понравился звук в наушниках и Smart Settings. Осталась недовольна автономностью и все, собственно. Еще, конечно, слишком большой размер и вес, но это на любителя. Спасибо, что были со мной все это время, я старалась. Порадуйте меня в ответ лайком и комментарием, и подпиской, если вы этого еще не сделали. Еще увидимся!